МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала 1-й Карагандинский и Агуль Нуржекин. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. В Караганде началось судебное разбирательство в отношении бывшего директора института судэкспертиз. Летом текущего года он был арестован по подозрению во взяточничестве. Карагандинские предприятия, субъекты малого и среднего бизнеса, увеличивают заработную плату своим сотрудникам. Предприниматели единодушно поддержали инициативу главы государства. Карагандинский симфонический оркестр вернулся с турне по Китаю. У жителей Поднебесной вызвали восторг казахские народные песни. В Караганде началось судебное разбирательство в отношении бывшего директора института судэкспертиз. Напомним, летом текущего года его обвинили во взяточничестве. В июле этого года директора института судэкспертиз Жаната Ибатова и его зама обвинили во взяточничестве. Используя должностные полномочия, обвиняемые перенаправляли родственников умерших в частную организацию, оказывающую патологоанатомические услуги. За это руководитель и его подчиненный систематически брали взятки в размере от 35 до 40 тысяч тенге. В ходе заседания участники процесса заслушали показания свидетеля. В прошлом подчиненного Жаната Ибатова. Ранее он фигурировал в деле как подозреваемый. Руководитель отдела заявил, что о действиях своего руководства не знал. Также на слушании не удалось узнать, почему институт судэкспертиз не оказывал платные услуги сам, а перенаправлял людей в платную организацию. Стоит отметить, что в перечень таких услуг входит бальзамирование, омовение, одевание трупа, его хранение в холодильной камере. В ритуальных компаниях их стоимость оценивается куда выше. Мы смотрели частный морг, прескуранты. Ваши прескуранты намного меньше, в раз в меньше. Там есть ли 3 тысячи, 3 тысячи, там 300, тысячи, там 100. Если вот синоволю, привлекательность, частная морга. Есть ли, да, частный морг, меньше берут за оказание каких-то устоков. Но у вас в раз в меньше. Народ, у нас дороже. Нет, нет, дороже. Вы смотрели прескуранты. Есть прескуранты? Где ли? Превчон, я с потоками взял. Тогда смотрели. Не, не, раз в меньше. Раз в меньше. Нет, вы думаете так. Посмотрите прескуранты, у них больше прескурантов. Мы не видели прескуранты? Ваши дешевле. Дать показания предстоит еще четырем свидетелям по данному делу. Следующее судебное заседание состоится 15 ноября в 17.00 в Казбикбисском районном суде. Дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса произошло в Караганзе. Близ моста ХМК пассажирский автобус маршрута номер 43 вылетел на обочине дороги. Пострадавших госпитализировали в областной центр травматологии и ортопедии имени Макожанова. Дорожно-транспортное происшествие случилось в час пик на улице Карла Маркса. 23-летний водитель не справился с управлением, в результате чего пассажирский автобус съехал в Кювет. В салоне автобуса находилось 40 человек. Пятеро из них нуждались в медицинской помощи. Среди них Дания Умербекова. Ближе к ХМК автобус летел на скорости. Мало было, на скорости летело. Потом я вроде как сидела с соткой, на сотке смотрела в сотку. Потом какой-то как бугорок, как подпрыгнул автобус. И крики, шумы. Я вот не поняла, я сильно ударилась животом об бордюры. Я успела зацепиться за самое. И еще бы чуть-чуть я бы, наверное, перелетела. На место происшествия было направлено несколько карет скорой помощи. В настоящее время пострадавшие находятся под наблюдением врачей областного центра травматологии и ортопедии имени Макожанова. Одна из пострадавших беременная женщина. У нее диагностированы значит множественные ушибленные раны в волосистой части головы, лица и перелом костей носа. Плюс после осмотра гинеколога подозрение на угрозу позднего выкидка. С чем я госпитализировал лень гинекологии под наблюдением гинеколога. Двое пострадавших были превалировали поверхностные травмы, ушибы, но не исключалась тупая травма живота. Поэтому после полноценного обслуживания диагнозы в оперативном лечении снят. Но они оставлены под динамическим намедением в пирогическом углу. Одна больная была переведена с травмой верхней конечности, с педалом кости предплечия в областной среде травматологии и в травмоцентрах Михайлов. Пострадавшие отмечают, что в момент происшествия автобус не был переполнен пассажирами. Все находились на сидячих местах. В противном случае пострадавших было бы намного больше. Пресс-служба областного департамента полиции сообщает, что в отношении водителя автобуса составлен административный протокол по статье 610 части 2 Кодекса об административных правонарушениях. Андрей Тен, Айден Жакан, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Швейно-трикотажная фабрика «Галекс Плюс» поддержала инициативу главы государства о повышении оплаты труда. Предприятие увеличивает заработную плату своим сотрудникам на 10%. Фабрика «Галекс Плюс» готова поднять зарплату своему производственному персоналу. Это составляет примерно 60% сотрудников полного штата. Если до ноября средняя заработная плата была 80 тысяч, то с этого месяца сумма достигла 90 тысяч тенге. Руководство утверждает, они поднимают зарплату из своих накопленных резервов. На цены товаров это никак не повлияет. Примерно с 1 января уже следующего года мы будем рассматривать возможность о повышении заработной платы работников уже административно-управленческого персонала. Сегодня фабрика выпускает широкий ассортимент продукции. Это и школьная форма, и спортивные костюмы, а также летно-техническое обмундирование. Основной заказчик у нас является Министерство обороны, то есть это государственный оборонный заказ. Благодаря ему мы выживаем, благодаря ему мы имеем возможность развиваться, мы имеем возможность улучшать инфраструктуру. Благодаря этому мы имеем возможность пытаться выйти на рынок потребительский, то есть производя школьную форму, пытаемся производить спортивные костюмы, то есть пытаемся выйти на рынок людей, обычных потребителей. Стоит отметить, что на базе фабрики действует учебный центр, где желающие смогут научиться шить, вязать и кроить. Я пришла сюда работать три года назад сама по профессии переводчик. Здесь сразу же прошла специальное обучение. Это заняло месяц. Если раньше я не знала, как пользоваться швейной машинкой, то сейчас уже свободно владею новыми навыками. С каждым годом зарплата растет. Для работы созданы хорошие условия. На сегодняшний день на фабрике работают больше ста человек. С 1 января следующего года руководство планирует повысить заработную плату теперь уже работникам административно-управленческого персонала. Мульдир Жакан, Аман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Порядка тысячи предприятий Карагандинской области поддержали инициативу президента о повышении заработной платы. Среди них и Карагандинский машиностроительный завод номер один. Трудовой коллектив Карагандинского машиностроительного завода номер один считает, что многие пункты последнего послания главы государства касаются их напрямую. Это и увеличение экспортного потенциала обрабатывающей промышленности и увеличение заработной платы работникам низкооплачиваемых специальностей. Ну, во-первых, мы от 10 до 20 процентов по разным категориям повысим. Получат все. Дело в том, что кто-то у нас меньше получал, это естественно. Вот токаря, фрезеровщики, у них и так зарплата очень хорошая. Они 10 процентов получат. Тот, кто меньше, тот на самом деле так. Уже по словам не четко сказано, низко оплачиваем работникам. Ну, мы поняли правильно и будем исполнять. Сегодня на заводе трудится 125 человек. В цехах производится горно-шахтное оборудование, а также оборудование для сельскохозяйственной техники. В планах производство комплектующих для железной дороги. В целом предприятие развивается. Ну, откровенно говоря, мы модернизацию производства занимаем постоянно. И закупается... Ну, техника это громко сказано, оборудование, станки новые, да, покупаем, да, постоянно. Но без этого нет движения вперед. Всего по Карагандинской области увеличение заработной платы коснется более 80 тысяч человек. Это работники бюджетных организаций, а также сотрудники субъектов малого и среднего бизнеса. Местные исполнительные органы заключили меморандумы с руководителями предприятий. В этих соглашениях также вошли вопросы недопущения снижения численности персонала и задержки заработной платы. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. К другим новостям. Карагандинский симфонический оркестр вернулся с турне по Китаю. У жителей Поднебесной вызвали восторг казахские народные песни, рассказывает руководитель оркестра. Своими впечатлениями от поездки работники концертного объединения имени Калибайжанова поделились в ходе брифинга на площадке региональной службы коммуникации. В Поднебесной симфонический оркестр провел два месяца. За это время состоялось 34 концерта во многих городах Китая. Наши земляки познакомили китайцев с народными казахскими песнями, которые, по рассказам артистов, сопровождались бурными аплодисментами и были тепло приняты публикой. Коллектив порадовало гостеприимство китайского народа. Нельзя сказать, что мы выступали в маленьких городах, ведь в Китае даже в самых маленьких городах живут более 8 миллионов человек, а в Шанхае и вовсе 36 миллионов. Для нас были созданы все условия, в каждом концертном зале имелись необходимые для оркестра инструменты. В Китае очень красиво, мы в этом убедились в ходе экскурсий. Это действительно самая быстро развивающаяся страна. Следует отметить, что не только китайцы восхищаются нашими артистами. В разные годы оркестр побывал в Испании, Франции, Турции, Германии. И в каждой из этих стран коллективу удавалось представить Казахстан наилучшим образом. Вообще хочется сказать, что в 2003 году наш оркестр первый, кто выехал вообще за границу из всех казахстанских коллективов. Мы были первые первопроходчики, мы были во Франции. И, кстати, почти два месяца, это было чуть больше полтора месяца. Там поездка была, конечно, очень интересная, увлекательная, но тоже непростая, потому что это очень длительный период. А также наш коллектив был в Испании два раза, в Германии один раз, в Турции три раза, и в Китае это, в принципе, вторая уже поездка. Организатором этого крупного проекта является Министерство культуры Китайской народной республики, Карагандинское концертное объединение имени Кали Байжанова при поддержке Управления культуры, архивов и документации, а также Акимата Карагандинской области. Руководители коллектива отметили, что грандиозное турне позволило угребить культурные связи между нашими странами. Торжан Лянова, Аман Кожанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Более тысячи человек стали резидентами каворкинг-центра Гудзон с момента его открытия. Об успешной работе каворкинга и возможностях, которые он открывает для молодежи, рассказывали его постоянные посетители. В каворкинг-центре Айгуль Жакупова проводят собрание волонтеров. Студентка руководит волонтерским корпусом Валты-Кью. Это молодежь, которую объединяет одна жизненная философия – доброта. Айгуль – будущий преподаватель казахского языка, полиглот и одна из завсегдатай в каворкинг-центре Гудзон. Девушка отмечает, что открытие подобного центра обрадовало всю молодежь Караганды. В каворкинг совместно работающий до этого момента в Карагандинской области, но в Караганде самой у нас не было возможности для таких же студентов, для таких же перспективных студентов, как я, для молодежи не было такого места, где все единомышленники могли бы собраться в одно место и объединить, соединить все свои идеи, чтобы воплотить их в мечту. И при открытии вот каворкинг-центра вся молодежь Карагандинской области, я могу сказать, они собираются тут. Почему? Потому что это очень выгодно для нас. Тут есть и Wi-Fi, и все условия, и все это самое главное, и все это на бесплатной основе. Причем, от нас ничего не требуется. А это Аклсирекс-адвокасов. За плечами у 24-летнего предпринимателя несколько успешных стартапов. Сегодня молодой человек обучает тонкостям бизнеса резидентов каворкинг-центра. Обучение проходит бесплатно. Многие из учеников Аклсирека уже начали свое дело. В каждом потоке всегда 50 на 50. В каждом потоке около 50% достигает реально видимых результатов. Здесь и сейчас во время процесса обучения шести недель они уже достигают хороших успехов. Я думаю, что многим людям просто нужно больше времени. То есть мы сейчас им закладываем семя в голову и оно прорастает уже в будущем, в дальнейшем. Я уверен, что оставшиеся 50% никогда себя не потеряют. Очень важно вкладываться в себя. Куворкинг-центр Гудзоу начал работать в мае. С тех пор он превратился в улей, где создаются перспективные планы, рождаются креативные идеи, заводятся полезные знакомства. Куворкинг открылся при областном молодежном ресурсном центре. Специалисты центра задавались вопросом, приживется ли новый формат в нашем регионе. Теперь Гудзоун излюбленное место молодежи. А единственный вопрос, с которым иной раз сталкиваются работники ресурсного центра, как вместить всех желающих. Но уже на сегодняшний момент в октябре у нас была уже цифра где-то 1300 человек прошло. В октябре у нас данные это на октябрь. На 1 октября у нас было 50 проведено мероприятий. Сейчас уже больше. И хочу сказать, что по нарастающей сейчас мы уже бывает сталкиваемся, буквально вчера мы столкнулись с тем, что мы внезапно нам нужно было провести нам, самому центру, нужно было провести здесь мероприятие. И оказалось, что в графике уже стоят несколько жаждущих, которые были заранее поставлены в очередь, заранее были в графике. И вот вчера нам пришлось в режиме, в онлайн-режиме быстро-быстро решать эти вопросы. Чтобы стать резидентом куворкинг-центра, необходимо заполнить заявку. К услугам посетителей три зоны – рабочая, зона для отдыха и конференции. Резидентов ждет бесплатный интернет, а также юридическая и психологическая консультации. Двери куворкинг-центра Гудзон открыты шесть раз в неделю с десяти до девяти вечера для всех, кому от четырнадцати до двадцати девяти лет. Новоиспещенным резидентам центра готовы оказать помощь приветливые консультанты. Токжан Лянова, Айден Жакан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Ахимат Караганды приглашает всех жителей города на заключительную осеннюю сельскохозяйственную ярмарку, которая пройдет 10 ноября на улице Олимпийская возле стадиона «Шахтер». На ярмарке будет представлена продукция сельхозтоваропроизводителей области по ценам ниже рыночных. В Караганде по субботам улица Олимпийская превращается в большую торговую площадь. Сюда с раннего утра съезжаются горожане, чтобы запастись на зиму дешевыми продуктами. На последней ярмарке аграрии выставят порядка 500 тонн своей продукции. Организаторы отмечают, что ассортимент формируется с учетом спроса. Больше всего карагандинцы покупают мясо. Городские власти заявляют, что цены на ярмарке ниже рыночных. Килограмм говядины стоит от 1300 тенге, баранины от 1100 тенге, конины от 1500 тенге. Овощи тоже дешевые. Картофель по 50 тенге за килограмм, морковь 45, капуста 50, свекла 55. Очень понравилось. Первый раз мы тут на этом краю. Очень понравилось. Все есть, все доступно, все купили. Самое главное, концерт хороший был. Цены строят, конечно, по сравнению в магазине 2000, а мы по 1300 взяли. Мясо набрали и все взяли. Спасибо. Сельскохозяйственные ярмарки уже несколько лет являются действенным средством в сдерживании роста цен на продукты питания. Заключительная в этом году осенняя ярмарка состоится 10 ноября на улице Олимпийская. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Приятных вам выходных. Аман Сауболгстер. Редактор субтитров А.Семкин